Держи. Поздравляю. Долгожданно. Ну и очень приятно. Юный Григорий Аловский получает ключи от заветной квартиры с особым чувством. Он и этот долгострой на Красных Зорь-8 уже ровесники. Ждать заселения пришлось довольно долго. Мы покупали, когда родился у нас Гришка, в 2014 году. Взяли ипотеку и получили материнский капитал. Соответственно, этот материнский капитал вложили сюда, в честь покошения ипотеки. Ну и стали ждать сдачи дома и квартиры. Покупали тут двушку, когда дом был построен уже до третьего этажа. Должны были заехать в 2016-м. Но строительство остановилось, и только спустя почти 10 лет они осматривают свою жилплощадь. Все нравится, и даже свой 13-й этаж больше несчастливым не считают. Мне очень понравилось. Комнаты большие, просторные, красиво. Главное – высоко. Да. Строительство дома замерло на шестом этаже из 14. Несколько лет он стоял без достройки и консервации. Только в мае 2022 года его взялась достраивать компания «Прогрессстрой». Было шесть этажей. Так как один этаж был не в хорошем состоянии, шестой, пришлось его снимать и строить заново. А к декабрю 2023 года дом на пересечении Красных Зорей и Менделеева достроили. Газовым отоплением, панорамной лоджией и потолками в три метра высотой, а также площадью в 62 с лишним квадратных метров, любуется дольщица Анна. Это вот у меня кухня. Будущая кухня. То есть, как вы видите, она очень большая. Потолки высокие. Две вытяжки. То есть, да, вот, значит, идет одна. И плюс еще наружная вытяжка для притока свежего воздуха. Анна – одна из обманутых вкладчиков, которая вела активно борьбу с застройщиком компании «Пума Фирма». Оставила дом готовым только на 26%. В доме чуть больше 90 квартир, и изначально на них претендовали 106 дольщиков. Но, к сожалению, до этого счастливого момента дожили не все. И еще меньше был построен дом на улице Володиной. Общий ущерб по обоим объектам незавершенного строительства составил более 309 миллионов. Гендиректора «Пума» Алексея Бабкова приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество. Когда вот уже пошла коробка, когда завезли кран, вот тогда уже появилась вот эта уверенность. Пока не было крана, вроде что-то делали, а что было непонятно. Сегодня Анна принимает уже первых гостей. Глава региона Станислав Искресенский оценивает, квартиры достроены хорошо. Но главное – дольщикам нравится. Обещает приехать на новоселье. Чтобы оно состоялось, пришлось, конечно, многое изменить. Приняли законодательство, которое вообще не допускает больше таких ситуаций. Но самое главное, что по всем старым проблемам Владимир Владимирович отдельное решение принял. Фонд дольщиков. Где-то, вот вам в этом смысле повезло, достроили дома, получили квартиры. Где, как говорится, украли все, к сожалению, еще на этапе фундамента, там выплатами ограничиваются. У нас таких случаев осталось 14 семей, которые сейчас получат выплаты в ближайшее время. И мы эту страницу переворачиваем. И дальше, надеюсь, все у нас будет уже спокойное. Сейчас в эксплуатацию введены все проблемные дома. Последние выплаты оставшимся обманутым дольщикам будут сделаны в течение этого года.